Когда показывают в России какое-то чиванство, постоянное чиванство, какое-то неприятное, аж прям противное, а тут как-то он все-таки показал, молодец режиссер, мне понравился его подход, что он же проклял свое произведение, по сути, Гоголь, сам Гоголь, и вы еще даже сказали, что он сошел с ума, потому что он обратился, когда ко Христу, Господь ему явил всю как бы мерзость вот этого писательства, потому что он писал это как бы паразитирую, как бесы паразитируют на грехах, так и он как бы паразитировал на том, через что он пришел к славе, потому что он видел недостатки, видел эти типы, он же типы показал, какие типы есть в жизни, то есть это можно по нему психологию там просто изучать. И мы, и мы вот, то есть я так читал, со многим так, если общался по поводу Гоголя, то так это интересно, если, ну вообще сейчас о нем никто не рассуждает, почему-то не читают сейчас классику особо, и стараются, ну не читать даже, ладно не читать, смотреть, а читать его еще интереснее, потому что он там все это описывает в таких вот красках, таких ярких, таких, знаете, прям, ну конечно талантичен, но я думаю, что он талантичен тоже не просто неспроста, там у него же были в близдиканьках хутор, помните? Ну да. Он там с детскими, по сути, входил в отношения, и потом приход к старцу Амросию, кстати, Амросий его не благословил на монаш, что тоже не случайно, то есть он, и там вообще это такая, ну там сейчас говорят, там всякое говорили, но там с могилы происходили какие-то мистические вещи, ну конечно человек он был, явно, явно неординарный, мягко сказать. Ну диканька, а Вии только, как это писать при свече, вот думать обо всем этом, в тишине сидеть, и вот это все представлять, как это вообще? Да, это, представляете, этот человек просто, он же, он же, я когда, я помню ребенка, мы посмотрели Вии, помните, это играла, в гробу летала, как ее артистка Ворлей, вот вот ее глаза вот эти безумные, я говорю, мы маленькими детьми, ну богом нам был там, класс 6-7, ну это все маленькие, мы пошли в кинотеатр, а потом с кинотеатра не мы не можем выйти, я так испугался, я реально испугался, я из кинотеатра не могу выйти, я настолько вот, это для меня, ну, это у меня вот эти все потом ужастики, вот эти чудные, они конечно страшные, но потом все равно вот этот, этот ужас от вот этого, оно, мне кажется, это самый сильный, вот этот, артисты, прикасаясь именно с такими бесами, вот, вот, ну не знаю, там можно пугать там этими, уже этими ужастиками американскими, но они какие-то такие, ну, что-то, как-то, ну видно, что это фантастика какая-то, она тебя не трогает, такого нету, такого не бывает, а это такой реально, такой реальный, вот, просто чувство, как вот этот, ну, прям сопричистить, ну как-то ты можешь к этому соприкасаться, вот, то есть это оно почему-то к тебе близко, вот это близко, а то, а то, как то. А в Олей, кстати, после этого фильма она рассказывала, с ней как происходили такие страшные, ну это же бесследно ничего не заканчивает для человека, то есть как ты можешь, ты как можешь вообще соприкоснувшись с этим духовным миром зла. Но она не только соприкоснула, не то, что соприкоснулась, она просто вошла в этот мир, она образ на себе этот приняла. Мне кажется, даже актерскую роль надо тоже разделять. Потому что если церковь написала там про какие-то вещи, социальный концепт русской православной церкви, там она описала отношения к власти, отношения к абортам, отношения к вакцинации. О нет, вакцинация не написала, а написала к этому, как это называется, одним словом, когда я себе... Эвтаназия, да. То есть вот эти вещи. А к этому почему-то к актерству, хотя все отцы говорят, что против этого выступать. Ни одного нету цветового отца, который, или просто даже отца церкви, который что-то говорил о актерстве к какому-то положительному моменту. А мы вдруг все изменили, мы сейчас настолько все меняем, то есть вот этот взгляд на актерство, взгляд на все. То есть мы сейчас просто меняем все ног на голову и все. То есть церковь, то есть Господь уходит как бы из нашей жизни. Все, это вот какое-то потихонечку плавное обмершление такое, просто обмершление. А обмершление еще двумя словами сказать, это, если по-другому так честно сказать, обмершление, а сатанение такое. То есть сатана, если слово сатана тоже убрать, то можно сказать там, ну, бесноватость какая-то. Нас уже обрывает. Вот последний такой пример живой, прям, ну, очевидный просто всем, как это, сняли фильм-то, мастера Маргарита, череда смертей и болезней у всех актеров пошла. Галкин умер в молодые годы, да, казалось бы, был на взлете, и никто вообще не думал, как он умер. Вы знаете, я что думаю, Гассиашвили, я так слушаю его, какие-то выступления, мне кажется, он уже их не точно. Эти хоть рак, рак, хоть кого-то очищал там Господь, мы не знаем, что-то какие-то там. А этого просто Господь, он такие вещи выдает, там просто, слышишь, думаешь, Господи, это все-таки не зря не заканчиваются все эти роли, однозначно. А кого он там играл, не Воланда же самого играл? Ну, он и Воланда играл. Да-да-да, вот, Воланда играл. Представляете, и вот я вот недавно слушал эти выступления, ну, просто, просто настолько, вот они были, выступали на смерти Эльдара Лизанова. Ну, кстати, у Эльдара Лизанова последнее стихотворение потрясающее, почитайте, перед смертью у него прям стихотворение, последнее его стихотворение потрясающее. Говорит, там у него прям про веру идет, говорит, что-то, а, как-то он сказал, плохо, что я веру, что ли, не имею и молиться не могу, что-то такое. То есть, плохо, что я это не умею. Он вот прям такая, он, какая-то в нем такая печаль, но стихотворение такое, конечно, грустное, и в то же время какое-то у него, у него какое-то соединение, то есть он понимает, что чего-то в моей жизни не хватило. Что-то у него какая-то полнота, и он эту полноту, где-то перед смертью, как бы уловил, вот эту, то есть перед смертью, ты сам искренний, сам с собой, да? То есть, какие там уже могут, ты уж можешь там обманывать, можешь не обманывать кого-то, ну, да, а уже все, ты уже вот, ты стоишь на грани. И он, кстати, знал, что он умирает, он сказал, как бы, он умирает. То есть, у него Господь ему дал какое-то время для какой-то, какой-то честной беседы с самим собой, как говорится. И то есть, все, все, все речи, все речи актеров, ну, там исключение какое-то, там, это, неизвестный какой-то актер, как-то он еще, что о Боге слова нету, о Боге нету ни одного слова. То есть, какая-то Алла Пугачева, вот, его никто не заменит. Ну, то есть, слова какие-то, то есть, никто, и никто там сказал, да, царство ему небесное. Да, все-таки он был человеком, там, ну, хоть как-то, хоть как-то слово Бог было произнесено, ничего подобного. Басяшвили тоже уже на пороге этой стоит, уже видно, что проступает к нему уже это состояние. То есть, там можно откладывать, откладывать этот день свой, а уже все, он уже стоит, и опять какая-то туфта, какие-то опять слова какие-то, опять слова какие-то, знаете, надо, главное, сказать, какие-то слова припудренные, какой-то мудрость, вот, что-то такое, и вообще ни о чем. То есть, он же умер, человек умер, он бы там сказал, давайте просто молчим, мы помянем его там, там как-то, ну, хоть какой-то божественное, хоть какое-то что-то, чтобы понять, что там вот душа, она не заканчивается в нашей жизни. Ну, ничего, вот эти актеры, которые, как говорится, они, они на них смотрят миллионы, ими, ими там восхищаются, ими, они там проводят какие-то творческие вечера, государство платит сейчас такие большие деньги. Кому сейчас самые большие, кто у нас самые большие деньги получают? Журналисты и актеры. То есть, те, кто владеет думами, думы, которые обладевают, ну, и писатели какие-то, которые пишут по заказу какие-то, какие-то, какие-то рассказы, которые просто пускают миллионными тиражами. Какой-то Акунин, которого, ну, кто такой Акунин? И он там миллионными тиражами издается. Непонятно. А почему не издается миллионными тиражами человек там православный, который пишет православные рассказы, мыслищик, который заставляет задуматься? Таких нет. А почему это эти получают такие миллионные тиражи? Почему, значит, кто-то этим всему, кто-то этому дает всему ход, а где-то закрывают, чувствуют, ага, нет, такого нам не нужно авторы. Это начнет заставлять людей веровать в Бога, а если начнет веровать в Бога, они перестанут бояться, бояться. То есть страх. То есть нам нужен страх. Нам нужен страх, это же самый главный президент какой у нас страны. У нас президент страны страх. Опять смотрят люди на смерть, и опять страх. Вот, они опять плачут, эти слезы льют там. Да что ж ты делаешь-то? Ты скажи, Господи, мы будем молиться о нем, чтобы Господь его там помиловал, чтобы спас. Все-таки какие фильмы? Ну, конечно, эти фильмы, где он там пьянство проповедует, а пьянство, ну, извините, это как это можно? То есть, да, я тоже отношусь к, там, тоже люблю эти фильмы, ну, как сказать, люблю, но все равно сейчас я понимаю, что они, я своему ребенку показывать эту пьянку, мужики там, ну, да, это весело, ну, какое тут веселье, как человек просто, ну, какая у нас советское время культура, какие мы фильмы назовем? Ну, которое каждый год иронию судьбы. Вот пьяный мужик ворвался, перепутал города, его забросило. Насколько же напился он, что он на нем перепутывался. Это что-то совсем с чем-то. И это является каждый год. И, конечно, что мы там хотим, когда у нас страна вся умирает от алкогольно-наркотической войны. Алкоголь-наркотическая война. И объявили нам ее давно. И трупы, и трупы, и трупы одни. От янок этих, до сих пор. Об этом вообще сейчас никто ничего не говорит. Не их говорят, как будто темы нету. И, мало того, знают, где делают этот спирт некачественный. Где, ладно бы водку продавали хорошую в советское время, хотя бы, от нее не умирали так. А то, что сейчас это делают, это специальные, это травы чистые, от которые раньше умирали сразу, а сейчас они там делают помягче эту химию. И умирают не сразу, умирают уже попозже чуть-чуть. Но с ума и ум уже точно отключается. То есть это, я не знаю, что... Я думаю, вот как раз по этому поводу, почему умирали меньше, а потому что люди работали, люди заняты были, пить некогда было, нужно было зарабатывать деньги, семью кормить. И под страхом ходили... Ну, закон-то был за тунеядство. Не-не-не. Там, смотрите, в советское время пили все, они вот в прохозе, вот я разговаривал с мужиками, они говорят, мы, говорят, не выезжали без самогона. Но у них вот самое что удивительное, при том, что они были пьяные, они работали как... То есть это было... Это даже мед был такой, да, приходят, говорят... Ну, это не такая пьянка была. Они, может быть, и выпивали там между, как говорится, в перерывах каких-то там, по стаканях, он раз и всё. А сейчас-то они пьют уже по-другому совсем. Они гораздо больше сейчас, в разы больше стали пить. А от того, что доступность такая стала, ну, копеечной, пошёл вон этого, они берут прям ящиками, как его называют, шиповник, там вот эти пузырьках-то. Ну, вот у нас мужики, вот они все, вот, которые умирали, они там, они говорят... Вот у меня сосед говорит, тракторист всю жизнь полхозить проработал, умер под 90 аж. И пил и курил всю жизнь. А курил что? Хороший самосад курил свой, вырастет на огороде. Это не то, что сейчас эту траву, веник, настрогают, а какую-то там химию напичкают, что лёгкие потом превращаются, они там умирают просто от рака быстрее. И выпивали самогон, то есть свой, который сами варили. То есть всего экологически чистого. И всю жизнь он выпивал, ну, вот, да, вот. Ну, конечно, там бывало, что и лишку давали, но всё равно они все были, они были все... А сейчас смотришь, он у него, градация ума идёт, у него просто, вот, он даже ещё живой, а у него просто деградация, и он уже как бы, душа умерла. Вот тело ходит, тело, а душа мёртвая. Я вот это как бы, я думал, что как это может тело жить без души? Для живого человека, это же слово, он ещё живой, а ему говорят, ты мертвец. И вот, вот такие многие алкоголики, они мертвецы уже. То есть душа, как она пробудится? Я не знаю, может, на самом деле, Господь там пробьёт, даже самый толстый кабель, и то, кто пробивает там, что аж выгоды скроют. То есть пробивает, кто его знает, где пробьёт этот кабель, когда вы бы... Это мы там крест поставили на человеке, по-человечески поставили, а по-божьему там пройдёт так, что он... И вот, голова всё просвет... Она как бы... Я как бы помню, как Господь вот меня... У меня как будто пелена вот снялась с глаз. У меня как будто вот пространство внутреннее, как будто оно расширилось. Как будто ощущение, что у меня какие-то шоры убрали. Я вот знаете, как себе представляю, что такое душа, да? Душа непосредственно связана с таким каналом, вот, прямым каналом, с Богом, с совестью. То есть если совесть закрывается, то душа перестаёт подпитываться, она не получает вот эту вот божественную энергию через совесть. Вот. И она, конечно, загнивает, засыхает там, вот, и атрофируется. И если человек найдёт в себе, да, вот этот вот люк, как говорится, и откроет его, и хапнет этого свежего воздуха, прям вдохнёт себе вот его... Что ж, конечно, он просветлеет сразу. А люди не хотят этот люк совести открывать, потому что они боятся чего-то. А боятся, знаете, что? Боятся потерять кормушку с рожками, со свиными рожками от этими, которые блудный сын питался. Я... С блудный сын-то чего? Он уже, он уже именно отошёл от этих рожек, сказал, что я тут делаю? Я тут со свиньями вместе делю еду. У отца моего столько, оказывается, у Бога всего, оказывается, столько и много. И всем место есть, и квартиры всем есть, и квартиры со всеми удобствами есть. Каждому, каждому. Мало того, всем зарплаты хватит у него, всего у него хватит. У него... У него министр... Министр здравоохранения не халтурит, министр обороны не халтурит. У него все министры на совесть, так говорится, служат. Там нет обмана. Там нет... То есть все получат свои, свои, как сказать, выплаты. Все дойдут точно до копеечки. И все... Потому что Господа государственного совершенное. Оно... Вот просто многие думают, что такое? Да, конечно, подобное будет там. То есть многие говорят, что такое будет государство? А, какое будет царство небесное? Я говорю, подобное, как у нас. Господь царь, там, министры... Да, все это... Просто, может, по-другому мы называем? Ангелы, архангелы, святые, новомученики... Привет, малыш! Это Пелагиришка. Ну что, будешь спать? Пойдем спать? Давай, Господи, божественный. Турмализм. Спокойной ночи. Самой святочек. И последние христиане... Вот я думаю, как это последние... Мы сейчас, последние христиане, идем уже. Мы уже идем, я... Ну не то, что я с ними там не сомневаюсь, я чувствую, что у нас все уже. Все идет какой-то... Какой-то... Какая-то уже все. Какая-то уже... Рак. Рак уже идет такой-то очень... На какой-то стадии серьезной. Большой мир... Весь мир полностью обмерщен. То есть, если сохранилось христианство, то только в России. Ну, где в Греции есть немного, там, маленько совсем. А вы знаете, сейчас даже в Греции... Раньше у них было в парламенте... У них очень наши они читали перед началом. Сейчас не читают уже. То есть, раньше... Кстати, они становались, как все, очень наши прочитают, но по-гречески там. Пропоют, там, не знаю, там, как они... Сейчас все нету. Главное, вот... Мир не увлечься. Вот очень увлекаюсь. Я вот смотрю за всеми этими новостями, я чувствую так... Меня это... И меня это так настолько поглощает, что я сам становлюсь политологом. И я начинаю разбираться в этих вещах. Начинаю даже сказать, да вы что там... Я хоть сейчас в диспуты сам буду вступать. Но потом думаю, стоп. Ты этого враг, ты этого и хочешь. Чтобы мы только занимались, только не своей душой. Чем угодно. Церковь... Сейчас, какой церковь грязная? Сейчас, я сейчас... Я сейчас быстро все поменяю. Я точно знаю, что надо сделать. Так, меняем... Так, первое. Меняем патриарха. Так, все каемся. Каемся. Все каемся. Все на колени. Ко мне приехать. Ко мне. Я принимаю исповедь. Я. Так, я. Так, все храмы закрываем. Все. То есть, я думаю, что вот эта лукавая, так, заживочка такая, опа, сколько таких было реформатов, которых вот церковь не устраивала, ну не то, не та церковь, ну не ту Господь от церкви поставил, а она всегда не та. То есть, ну, всегда, мне кажется, кажется, она не идеальна, а тем более церковь-организация, церковь-организм-то святой, а церковь-организация, она всегда, она состоит из людей, кто и люди. Они, а тем более сейчас люди, наоборот, сейчас это все идет, сейчас эти, какая-то, а, мне очень понравился, это, у Христа заменили идеологией. То есть, сейчас государству нужна идеология. Идеология, а на чем идеологию строить? Без церкви невозможно эта идеология, потому что это все, и в конце концов веры нет, а остается идеология. Идея, согласен, но без веры, без веры во Христа, то есть самое главное это вера. А сейчас ее подменили словом, опять вот это, это игра словами, игра, ага, идеология почти как вера, ну почти. Ну давайте вот, опа, туда, в идеологию вера тоже войдет. То есть веру мы затолкали в идеологии. И все, потом там она потеряется, эта вера, и останется одна идеология. То есть все, Христа как Господа, как стержни, как головы, как, ну он уходит. И это печальная, печальная, скажем, тенденция вот сейчас еще идет. Идея Исихазма, она очень тоже, это, Исихазм сейчас какой-то некий, некий Дунаев А.Г., профессор, он там... Как фамилия? Дунаев А.Г. какой-то, я его перво слышу, но он будет профессор, там я тут зашел, смотрел, он там про Исихазму говорит, там какие-то вещи аскетические о них, и там, ну как бы он все... Он там начинает как-то какой-то, там не то что насмехаться над Исихазмом, он как бы приводит, что Исихазм это какой-то переживок. То есть Исихазм как-то, молчание как таковое, то есть это не... Господь об этом вообще не говорит, про Исихазм, про молчание какое-то, про... То есть потихонечку, потихонечку какая-то начинается какая-то... Я даже не знаю, куда этот поворот, крен куда, куда он выйдет, выведет этот крен. Но для меня молчание, это, мне кажется, это то есть... Это же молчание, кто сказал уже, это же состояние будущего века, это вечности, это будет молчание, восторг. Потому что там все будет ясно, там не будут нужны слова, там Господь откроет ум человека так, что человек все поймет, у него будет никаких вопросов не будет, у него будет полнота. Зачем полноте еще, там только о-о-о, вот на самом деле восторг, и больше ничего. А слова это нам, мы помогаем, как бы, что-то себе доказать, помочь, выяснить. Словами уча, мы учим себя, но молчание, оно более полезно человеку. На мне, ну, почему говорят, лучше... А, есть поговорка, да? Один раз пожалеешь, что не сказал, и тысячу раз пожалеешь, что сказал. То есть в церкви есть многогранность. Если имеешь слово, пожалуйста, говори, вот там, вот, как бы, если молча, не молчи. Если умеешь строгать иконы, строгай, делай, пиши. То есть церковь такая... Логически рассудить, кто может выступать против молчания, только многословный человек, и все, который любит говорить. Точно. Точно, Сергей, точно. И я думаю, я думаю, знаете, чё? Слова, слова, множество слов, нет, многословия же спасаемся, правда? И опять Господь сказал, многословий не избежать греха. Вот чё? Многословий не избежать греха. Я всегда этого боюсь. Я боюсь всегда... Мне говорят, это заносит меня, чувствую, а заносит. Знаете, очень интересно, да, похвала, что такое похвала для христианина? Я. И я чувствую, когда меня, оп, Господь мне даёт, такое вдохновение. И я это вдохновение и перехватываюсь, и лукаво перехватываюсь. О, какой ты молодец. О, как... Казалось, вот оно. Какой ты молодец. И пошёл, поехал. И попробуй сейчас мне кто-нибудь скажи против. Я сейчас истепелю. Я чувствую это состояние. Я это прочувствую. Господи, прости, помилуй. Нет. Я лучше проиграю. Я лучше в споре сейчас уступлю. Но я должен в мире остаться с этим человеком. Он тысячу раз прав. Даже если он по сути не прав, он прав в том, что он меня обличил, чтобы показать моё состояние. Он пошёл против меня только для того, чтобы показать, какой я, в чём я нахожусь. И я это вижу, и всё. Я точно, Господи, слава Тебе, Господи, он прав в тысячу раз. Даже если я прав, как говорится, по самому разговору. Так что, очень такая тонкая вещь, тонкая, настолько тонкая, что... Я говорю, кому я буду доверять свою, какую сторону жизни? Только в церкви. Только в церкви, где утвердились, толпы утвердились. А когда вот эти нововведения, новые какие-то, новые ветром занесённые какие-то мысли, откуда они, эти мысли, кто привёл эти мысли, давайте исследовать, ребята. Это... А то мы сейчас дойдём до такого, что нам сейчас... Мы сейчас всё перечеркнём. Хотя литургию сейчас пытаются тоже, кстати, будут на соборе, который готовится, будут, кстати, менять литургию где-то. Потому что она сейчас как бы формально оглашенный языдитель. У нас оглашенных никогда и не было уже. У нас всё уже. Понятие оглашенных уже закончилось. Так что... А многие, кстати, многие тайны примут Христа из-за людей. Тайны. Это... Ну, как Иосиф, который снимал. Он же тоже, по сути, был... Он же не мог... Гроб. Гроб, который был самым блатном, можно сказать, месте. Блатном месте. Он себе... Это стоило больших денег, а не деньги умеют читать. И он отдаёт этот гроб кому? Господу. Это жест, который бывает намного. Иосиф... Нет, я думаю, там лицемерие на высшем уровне. Вот, ну, опять же, по Исай, да, вот 53 главу спрашивают же у них, почему вы не читаете в собраниях своих 53 главу, которые говорят явно распятие Ишуа, для чего там вообще она раскрывает? Они же говорят, ну, почему вы не читаете, да? Ну, это же лицемерие, лукавство же. А, я не знаю, они не читают у него, да? Они её не читают, они пропускают её и переходят сразу на 54 главу. Это вы с евреем разговаривали? Да. Ну, не я разговаривал. У меня на канале стоит ролик, где он еврей один обратился к православию, и сейчас в Израиле проповедует, в общем. И он приходит к раввину к одному в их собрание и говорит, ну, и присутствовал, и он как раз перескакивает через 53 главу, а он как после собрания говорит, а почему ты не читаешь-то эту главу? А тот ему не находит ответа на вопрос. Я даже первый раз услышал об этом. Ничего себе. Прям берут его, вынимают всю, да? Они её пропускают, пропускают всю, да. То есть идёт 52, и сразу 54, да? Они за молодыми говорят, а где 53-я? Так, продолжаем разговор. Ну, вот у них такая негласная договорённость. Я первый раз такое услышал. Ну, вот да, лукавство, конечно. Представляете, вот сколько они, они даже создали такую историю, они столько много поработали, чтобы осквернить им Христа, но у них ничего, кроме, они ничего не могли выводить. Они уже там, что только не выдумывали. И уже какие только они методы, у них ничего не выходило.